Но вы же не думали то, что я оставлю вас без видео про Дарксайд, ребята? Многие помнят мое бомбление в Инстаграме на эту тему. Кстати, вот повод подписаться на мой Инстаграм. Я там очень много всего интересного рассказываю в сторис и показываю продукты, которые приходят задолго до их обзорчика. Поэтому вот здесь у нас есть три вкуса от Дарксайда, которые мне попали в руки буквально недавно. Мы начнем, наверное, в порядке убывания, как они выходили. И уже, точнее как, с того, что вышло первым, к более раннему. И расскажу вам про свои впечатления от вкусов. История получилась странная. Меня потеряли в базе. Там вроде бы как все пошло вот так. Потом я уже типа вот так. А потом мне вот так. Мне перезвонили. В итоге мне пришлось даже за одной пачкой ехать в Краснодар. Ухватить ее. И это было интересненько. Это был классный экспириенс. Из одного города ехать в другой два часа. А внутри Краснодара кататься тоже два часа. Но до центра города, да, это нормальная ситуация для Краснодара. Короче. Здесь у меня есть три вкуса. На одном мы остановимся чуть поподробнее. Это Deep Blue Sea, Desert Eagle и Guava Rebel. Начнем мы с Guava, которая сейчас у меня забита в чашки с клубникой от Blackburn. Ну, типа Guava, клубника, стандартный микс, стандартное сочетание. Все мы его прекрасно знаем. А те, кто не знают, обязательно попробуйте. Прикольно, интересно, нормально, как бы не требует особого скилла. 50 на 50 забиваем и кайфуем. Давайте коснемся сейчас немножко вот такой простой темы. Почему в контейнерах? Потому что так удобнее. DarkSide уже не тот. Правда? Что-то хуй знает. По-моему, блядь, все как было. Ну, типа, ну вот, ну табак. Курица так же. Все нормально с ним. Да, где-то бывает проскакивает партия, я об этом уже говорил. То, что иногда, к сожалению, бывают косички. Бывает недооромлено. Но это встречается сейчас уже крайне редко. Guava. Она классная. Она сладкая. Опять же, если большинство Guava на рынке у нас это референс в сторону альфакеровской Guava, которую мы все с вами, наверное, может быть не все, но я, по крайней мере, ее очень сильно люблю. Guava Альфакера, она суховатая. Она суховатая, она вяжущая, типа, чтобы понимать, что значит суховатая. Ну, типа, суховатая аромка у Guava. Она интересная, да, интересная, но при этом слегка суховатая. Поэтому, ну, типа, с этим приходится мириться. Здесь Guava более сладкая, ее можно применять в напиточную тему, ее можно покурить в соло, при том, что в соло мы ее покурили уже раз пять, наверное, тут остатки роскоши. Guava действительно классная. Показатель, опять же, того, то, что аромка понравилась, почти докуренный контейнер табака. Это клево. Следующий. Это у нас Deep Blue Sea. Тоже почти добили. Но добили не только потому, что, типа, ну, норм зашло, а по другой причине. Короче, пахнет это. Крем, мороженое и песочное печенье. Вот примерно вот так это пахнет из контейнера и из пачки. Этот вкус производился очень давно, потом был снят с производства. По мне непонятным причинам я в этом не копался, я в этом не разбирался. На тот момент, когда Deep Blue Sea был и на тот момент, когда он исчез, у меня, к сожалению, не было возможностей финансовых покупать такой табак себе. Да и если бы я на тот момент в соло бы покурил чашку Darkseid, я бы, наверное, сдох. Я на относительно более крепкие табаки переходил где-то ближе к 2018 году и уже потом, потом по нарастающей понял то, что для меня сейчас и танжуха тоже, типа, ну, если натрезвую, то так себе. По крепости, конечно, пойдет, но я бы покурил пару чашек. Вокруг Deep Blue Sea разгорелось очень много споров касаемо того, а тот ли это Deep Blue Sea, который был раньше или нет. И вообще, что за название? Deep Blue Sea, это же печенька. Да, это печенье, но изначально ребятами там чуть ли не как Байкал это преподносилось, а потом все сказали, блядь, да это печенье. Подробную историю вы можете набрать на ютубе Deep Blue Sea, канал Антона Гайворонского, все вы прекрасно знаете, кто это такой, да. И вот можете там посмотреть историю, там, по-моему, Миша Лукьянов очень подробно описывает процесс создания, вывода этого вкуса, возвращения его в линейку. Вот, и Deep Blue Sea, по-моему, даже на JC Fest представляли, и его там вроде бы даже как курили, вот, или я что-то путаю. Короче, Deep Blue Sea, что это такое? По запаху мороженое, сливки, песочное печенье, по факту, что-то ближе к юбилейному, при этом, типа, я бы не сказал то, что это самое лучшее печенье, которое я пробовал вообще в своей жизни. Это просто интересненько. Это интересненько, если вы любите Dark Side, но при этом до сих пор боялись по какой-то причине купить Deep Blue Sea, потому что странно относитесь к выпечке, то это как раз-таки та история выпечки и кондитерки, которая, она достаточно проста, она мягкая, никаких вопросов к ней не возникает. И она не сильно долбит аромкой по горлу, как это любят делать другие кондитерки. То есть здесь все достаточно просто. Desert Eagle, о, это кактус, ребята, это кактус, который вышел вот недавненько. Сильно докурить мы его не успели и это круто, это круто. Я вспоминаю до сих пор напиток Frustyle, по-моему, он назывался, и там был вкус кактуса. Попали, молодцы, отлично, это классный кактус, это интереснее гораздо, чем те кактусы, которые у нас были. То есть я вот на сегодняшний день могу вспомнить только один чистый кактус, это Адалия. Если он есть еще у кого-то, простите, так как, опять же, бруско-кактусовый финик, но там как бы немножко другой смысл, но бруско мне не нравится. И я об этом говорил и говорю до сих пор, то, что, блин, ну вот не моя аромка, несмотря на то, что большинство относят это в топ. Здесь топовый кактус, интересненький, который стоит применять и нужно применять. На самом деле это то, что я бы вам рекомендовал попробовать. Теперь коротко про Darkside. По вкусам вы поняли, то есть вот эти три можно брать, можно, особенно вот Guava и Desert Eagle прям точно. А вот с Deep Blue Sea будьте аккуратны, если вам кондитерка все-таки не нравится, не заходит, можно, конечно, познакомиться с этим ароматом, но, ребятки, давайте не шалите, вот будьте аккуратны. По поводу Darkside. У Darkside странная политика выведения вкуса в 30-граммовую упаковку. Там, по-моему, находятся то ли 15, то ли 20 вкусов, которые именно вот топ-продаж в 100-граммовых. И с одной стороны, это правильный ход компании, когда ты понимаешь, что у тебя есть, допустим, какие-то вкусы, которые не будут продаваться вообще, то есть даже там в 30-граммовых упаковках. Но вот понимаете, в чем проблема? Есть условный Astro T, который я когда-то давно пробовал, и он мне не очень зашел. Я бы хотел его попробовать еще раз. Но Astro T продается только в больших упаковках, и я не готов тратить на него там 750 рублей ради того, чтобы просто один раз его покурить. И, возможно, он мне не понравится. Так же, как Torpedo, которая когда-то мне показалась дикой химотой. И я бы сейчас хотел бы перепробовать заново эти вкусы, но тратиться на большие пачки у меня нет абсолютно никакого желания. Единственное пожелание компании DarkSide вот в этом видео у меня будет, выпускайте хотя бы лимитированную партию в 30-граммовой упаковке какого-то вкуса. Чтобы те, кто действительно хотел давно попробовать какой-то вкус, но ввиду финансовых возможностей почему-то стеснялся к нему подойти, он сможет себе позволить его купить и попробовать. Это же нормальный и действительно прикольный ход. Вот, с шотами вы поступили интересно, вы выпустили 20 вкусов в 30-граммовой упаковке и затем выкатили 120. И 120-ки, да, они у меня есть. То есть, типа, ну там одна-две может быть от силы. И нормально, то есть я их корю иногда. Вот так, ребят, подумайте над... Опять же, если кто-то вдруг из DarkSide это посмотрит. Вот, подумайте над тем, чтобы ввести в 30-граммовую линейку ароматы, которые есть в основной. И верните Rare, пожалуйста, пожалуйста, верните Rare. Я его нигде не могу найти, я не знаю, что с ним происходит. Либо он куда-то делся, либо хрен его знает. Но я еще спешусь с вашими бренд-амбассадорами, мне прям интересно узнать, куда он пропал. Вот, DarkSide огромнейший респект за то, что прислали. Ссылочки на ребят есть в описании, обязательно, как бы вот, чтобы вы знали. Также на наших партнеров, на меня, на все соцсети. Там у нас в нашем телеграм-чате есть и амбассадоры, и блогеры, и кого там только нема. Вот, и вот так вот, ребят. И мой инстаграм есть, и вот все вот там вот внизу в описании есть. Спасибо тебе за просмотр. И как всегда по нашей старой доброй сложившейся мы с тобой увидимся в следующем видосе. Ало. Ало.